В будущем дети будут изучать в школах, что здесь произошло на выборах в 2020 году. Посреди дня выборов, где-то после обеда, все граждане Израиля, абсолютно все граждане Израиля, встали с диванов и пошли голосовать. А когда посчитали голоса, выяснилось, что большинство израильтян согласны между собой почти по всем вопросам. И правительство наше стало выглядеть соответствующим образом. А что случилось потом? Саша страна сошла с ума. Но начнем с того, что для начала запустили общественный транспорт по субботам. Масса людей, у которых нет своего транспорта или которые не любят встать в пробках, начали ездить по выходным в гости к друзьям и родным. Ну, скажем так, не все были в восторге от этого. Больше детей побывало на море, их попасали медузы и цены на уксус выросли. А потом выпустили закон против дискриминации женщин. Все женщины начали петь и танцевать совсем без контроля. Некоторым это вскружило головы, и они начали подавать свои кандидатуры на руководящие должности. Женское руководство привело к росту ВВП и экономическому росту. И тогда пришлось снижать налоги. У людей появилось больше денег. Они начали отправлять своих детей на разные кружки, капуэра, театр, работа техника. У детей совсем не осталось свободного времени после школы. И потом было решено, что евреи, они все евреи, независимо от происхождения. Из Эфиопии, России, США, из любой другой страны все равны. И люди стали меньше платить равенату за сертификаты кашрута, свадьбы, разводы. Да-да, стало меньше разводов. И вот опять плюс в бюджете. Из-за того, что не знали, что делать с этими деньгами, решили бросить их на систему здравоохранения. Всех больных, которые годами лежали в коридорах, перевели в свои палаты. И те начали привыкать к тому, что у них есть личное пространство и возможность уединиться. А вы знаете, что начинают делать люди, когда думают, что их никто не видит. Это было очень страшно. Но на этом все не закончилось. Сами чиновники равената тоже изменились. Им уже не надо было быть надзирателем над всеми нами. И они стали изучать Тору. Просто для себя. И тогда люди начали прислушиваться к ним. Это было очень необычно. Особенно для атеистов. Но потом стало еще хуже. Людям позволили жениться, как они хотят и на ком они хотят. На женщинах и на мужчинах. И поэтому все ходили с глупыми, отчасти улыбками. И это выглядело очень странно. Даже и с космосом. Авиакомпании тоже пострадали. Люди перестали летать на Кипр и в Прагу, чтобы заключить враг. И акционеры авиакомпании попали на деньги. И тут объявили, что в армии должны служить все. И каждый гражданин 18 лет должен отдать долг государству хоть в какой-либо форме. А все, кто не призвались в армию, начали проходить альтернативную службу. В школах, в больницах, в полиции вдруг стало очень много волонтеров. Полицейские вдруг начали приезжать очень быстро. И уже нельзя было ничего спланировать. Из-за всеобщего призыва государство сэкономило вдруг еще денег. И налоги уже так понизили, что у молодых пар остались деньги, чтобы купить квартиру. Уже не было места, где строить так много новых квартир. И пришлось развивать Негев и Галилею. И государство расцвело на глазах. Пока из-за этого цветения у людей не началась аллергия. Ох уж эти выборы. 2020. Идите и голосуйте. Это по-израильски. Идите и голосуйте.